Друзья, привет! Мы опять в парке Измайловский и сегодня нашли вот такие красивейшие кусты. Я не знаю, что это такое. Честно говоря, направлялись домой, погода испортилась. Сейчас вот-вот пойдет дождь и мы решили переждать, посмотреть, будет дождь, не будет, потому что ну никак мы не хотим идти домой. Я сидела, вязала 3 часа опять на набережной. Вы уже ее видели, поэтому я не стала ее снимать. И тут начал капать дождик. Он и сейчас капает, очень редкий такой, ненавязчивый. Я говорю, Леша, пойдем погуляем. А вдруг рассосется? Ну не хочу никак идти домой. И посмотрите, что мы нашли. Друзья, я не знаю, что это. Посмотрите, пожалуйста, на это чудо. Может быть, кто-то из вас напишет мне, что это такое. Что это за красота. И вот нашли вот такую аллейку. Здесь есть скамейки. Вы видите вот эти вот красивейшие кусты? Я не знаю. Чудесный парк. Рекомендую. Я не устану его рекомендовать для вас. Посетите, кто в Москве, кто живет в Москве, кто проездом. Посетите парк Измайловский. Вот сегодня мы открыли вот такое чудо. И да, забыла вам сказать, что вот эта штука, которая была шарфом, а потом превратилась вот в такой трансформер. Она незаменимая. Я ее беру всегда с собой. И вы у меня спрашивали, Лена, ну что это за пальто без рукавов? Ну это же не практично. Это просто чудо. Мне тепло. Она легкая. Она комфортная. Ее можно одевать по-всякому, по-разному. Вот сейчас она одета у меня, можно сказать, вверх тормашками. Я уже как-то снимала видео. Вот он, этот шарф, который вязался. Вот это был шарф. Потом я довязывала спинку. И я одела, как я все люблю переворачивать, с ног на голову. И вот так вот это выглядит. Сейчас вот пошел дождь. Мы радуемся этому дождю. Мы счастливы. Я одела эту штуку, мне тепло и комфортно. Так что она универсальная. Это трансформер, который можно носить и зимой, и летом. Ну а что, мы пойдем гулять дальше. Я надеюсь, что все-таки дождик пройдет. И я что-нибудь сниму для вас еще интересное. Но мы никак не хотим идти домой. Сейчас покажу вам еще вот там вот скамейки. Куда девался Лешек, не знаю. А там вот у нас наши вещи бросили. Сейчас подойдем к ним. Уже не хочу выключать камеру. Прям вот так вот пойду. Я взяла свою авоську. Провязала еще один ряд. Видите, какая красота. Авоська тоже, кстати, подо всем. Просто подо всем. Под любой наряд. Потому что цвет такой, что подходит подо всем. Все, не буду вас томить. Если будет что-то интересное, я обязательно вам покажу. Обещаю. Друзья, посмотрите, что мы откопали в этом парке. Я попросила Лешека провести меня туда, где мы еще не ходили. Может быть, кто-то знает. Москвичи, ответьте мне, пожалуйста, что это такое. Я понимаю, что это какое-то разрушившееся здание. Но вы посмотрите на эту лепнину вверху. Это, я так думаю, что это времена Советского Союза. Я не знаю, что это было. Может быть, какой-то клуб. Там сейчас поросла травой. Все поросло внутри. Сейчас вот я подойду поближе. Конечно, это уже, наверное, никто не будет восстанавливать. Посмотрите внутри. Но все равно это придает какой-то загадочности. Вот там Лешек стоит, видите, под пледиком укрылся. Лешек! Лешек, а человек рюкзак. Вот он, да. Сейчас это человек гор. Посмотрите, какая красота. Не знаю. Даже вот это разрушившееся здание создает какое-то настроение этому парку. Вот было бы здорово, если бы это восстановили. Там рисунки на стене. Интересно, что же это было? Кто знает, напишите мне в комментариях. Москвичи, отзовитесь. Красота. Ну, а мы идем дальше. Может быть, еще чего-нибудь надыбаем для вас. С другой стороны обходим это здание загадочное. Смотрите, здесь несколько комнат. Я так понимаю, кроме основной вот этой с арками, здесь еще вот такие какие-то маленькие комнатушки. Может быть, это кассы были. Я не знаю, что это. Вот такое интересное здание. Видите, там вот еще какие-то маленькие окна на втором этаже, практически на крыше. Как я люблю такие вот полуразрушившиеся здания. Сразу возникает какая-то фантазия, разыгрывается. Может быть, здесь проводились какие-то вечера или что это. Я не знаю. Друзья, идем рассматриваем достопримечательности парка. И тут мне Алексей Дмитриевич объявляет, что меня ждет сюрприз. Да, Елена Ивановна, ты не знаешь, что тебя ожидает. А тебя ожидает, что ты, побывав в Измайловском парке, возвращаясь домой, посетишь кроме этого парка еще три. Мы пойдем с тобой пешком сейчас через Измайловский лес, перейдем в Терлецкую Дубраву и перейдем в Ивановский парк. Друзья, вы это слышите? Лешек, это сколько километров, скажи мне, пожалуйста. На самом деле не так много, километров 5-7. 5-7 это действительно не так много. То есть ты хочешь сказать, что все это время, вот уже сколько мы, четыре раза сюда приезжали подряд, да? Да. Мы ездили на автобусе, так? А теперь мы все это время будем ходить пешком, так? Нет, мы сейчас идем пешком, а все будет зависеть от твоего состояния, настроения. Про меня-то ты знаешь, я вон, волка ноги кормят, встал и пошел. Сейчас, друзья, мы покидаем Измайловский парк культуры и отдыха, плавно двигаемся в сторону главной аллеи, пересечем ее и попадем в Измайловский лес. А там Елена Ивановна увидит и сразу все вспомнит, где это, что это и почему это. Вот такое неожиданное решение. Представляете, это могло только прийти в голову Алексею Дмитриевичу. И после того, как мы посмотрели вот это вот заброшенное здание, я не знаю, что это было, и Леша не знает тоже. Мы пошли гулять. Я говорю, я не хочу уходить из парка, давай... Кстати, дождик-то закончился, дождик закончился. Так вот мы... Давай, говорю, походим. И вот мы пошли, куда-то пошли, пошли. И тут такое объявление. Мы сейчас пойдем пешком домой. Девочки, я не знаю, то есть мы ехали 10-15 минут на автобусе, а теперь мне предлагают... А теперь я засек время, я засек время, и потом скажу, сколько у нас это заняло. Так что берем вас с собой, посмотрим, чем закончится наше сегодняшнее путешествие. Надеюсь, мы в лесу не встретим никакого лоси, который нас повалит. Вот. В общем, идем пешком домой. Друзья, я просто в каком-то недоумении, потому что через 10 минут, ровно через 10 минут ходьбы, мы оказались на нашем любимом пруде, который мы очень часто посещали. То есть я не понимаю, почему Лешек все время ездил на автобусе, хотя понимаю, рюкзак тяжелый, и как бы тащить это все с собой в Измайлово, наверное, причина была эта. Но посмотрите, вот он этот пруд. Этот пруд, на который мы ходим, постоянно гуляем. Это у нас называется по большому кругу. Это где-то, ну, 8 километров. То есть пройти еще 10 минут вот так вот прямо, и мы оказываемся в Измайловском парке, вот на той набережной. Представляете? Я просто не знаю, это какая-то машина времени. Вот он этот пруд. И теперь, возможно, скорее всего, мы будем ездить на автобусе в одну сторону, ну, потому что рюкзак тяжелый, а назад будем возвращаться пешком. Сейчас подойду к этому пруду поближе. Мужчины там купаются. Лешик там снимает. Видите? Вот он этот пруд. Мужчина купается. Сейчас я приближу. Вот так вот. Так что мы скоро будем дома. Я приятно удивлена, на самом деле. Это какая-то фантастика. Вот такие у нас парки в Москве. То есть можно гулять пешком, переходя из одного парка в другой парк. Ну, мы живем в районе Новогиреева. Не везде такая возможность есть. Ну, нам, видимо, крупно-крупно повезло. Давайте полюбуемся еще на этот пруд. Ну, и потом там уже все знакомое. Там просто будет дорога в лесу. Я как-то уже вам в какой-то трансляции ее показывала. В общем, мы направляемся домой. По пути решила показать, что у нас народ спортивный. Занимаются. Вот такие спортивные площадки. А вот это белое здание, вы видите, здесь это здание моржей. Сейчас я вам покажу. Здесь есть, вот видите, там вход в воду. Вот они. Так что вот такая приятная неожиданность. Вот я хочу с этой стороны показать красоту этого уже знакомого пруда. Кстати, дождь так и не начался. Можно было оставаться в Измайловском парке. Может, назад пойдем в Измайловский парк? Нет? Так, что мы и парка проходим. Представляете, мы прошли 4 парка. Мы прошли, а пройдем. Ну, пройдем. Вот она финишная, не финишная, а основная прямая дорога, которая ведет к нашему дому. Она идет через лес. Вот по одну сторону этот пруд. Уже с голубым небом. Представляете, дождик так и не начался. Ну и хорошо. Да. Здесь народ играет в волейбол. Сейчас я вам покажу волейбольную площадку. Вот такие красивые у нас места. Представляете? Теперь я знаю, что из дома можно попасть в Измайловский парк пешком. Вот там наша любимая беседка вдалеке. Сейчас я приближу, вы ее увидите. Мы там любим пить чай. Зимой вон она стоит. Здесь тоже волейбольные площадки. Обычно здесь столько народу, но сейчас вот никого нет. Такая роскошная ива. Ну и все. Сейчас мы плавно переходим вглубь леса. И там уже по прямой, по прямой. И практически попадаем домой. Там уже... Ну, мы еще из этого леса перейдем в Терлецкую Дубраву, а потом перейдем в Ивановский парк, а потом только попадем домой. Это сколько парков мы пройдем, Лёш? Четыре. Четыре парка. Представляете? Четыре парка. Но в итоге получится, наверное, километров 15, да? Нет. Меньше? Не меньше. Километров 7. Лёш, большой круг 8 километров. Но мы не идем. Мы идем всего-навсего в четвертую часть большого круга. А, ну мы же, да, мы же идем назад, а так мы идем вперед, потом назад. Теперь получается, что мы... Ну да, километра 8. Так что вполне, вполне реально возвращаться домой из Измайловского парка просто пешком, дыша воздухом. В общем, вот такая неожиданная прогулка, что произошла у нас сегодня. Друзья, по пути домой надыбали вот такую детскую площадку. Выглянуло солнышко, и мы не хотим идти домой. Вот я сейчас вот на этой площадочке. У нас еще есть чаек. Я здесь немножко повяжу на заходящем солнышке. А потом пойдем домой. А чего нам дома делать? Смотрите, тут какая интересная беседочка на этой площадке. У нас есть средства от Комарова, о котором я рассказывала вам. Так что у нас все хорошо. Сейчас я обойду. Вон там ребенок качается на качельке. Здесь вот есть, можно поизучать русский алфавит. Видите, как интересно, какая хорошая площадочка для самых маленьких. Вот такая качелька с осьминожком. Там есть, кстати, мороженица. Можно купить мороженое. Вот такие качельки. И вот эта площадка, она раньше была не огорожена. Я помню, что мы как-то останавливались вот в этой беседочке. И пили чай, когда ходили по большому кругу. Видите, не страшен дождь. Здесь вот такая крыша. Видите, как все чисто, аккуратно. Клееночка здесь. Даже вон висит тряпка. Люди протирают здесь все. Скамейки вот такие. Дубовые. В общем, ее огородили. Ой, какая сочная зелень. Вот так вот распогодилось. Напугал нас дождик. Посмотрите, какое шикарное дерево. Вот. В общем, посидим здесь. Потом пойдем домой. Вон, Лёшек сидит, читает. Так что вот такие площадки прямо в лесу. Со свежим воздухом здесь. Много скамеек. Сейчас буду вязать. Продолжать вязать. Зигзаг удачи. Друзья, решила показать вам свои труды вязания в парках. Посмотрите, какая красота уже вырисовывается. Лёшек, низ покажи, пожалуйста. Посмотрите, на какой цвет красивый я перешла. Осталось у меня 4 моточка. Они по 36 грамм. Но уже совсем осталось чуть-чуть. Сантиметров 20. Платье будет немножко ниже колена. А может быть, немножко. Не знаю, что получится. Но, в общем, вот так вот вязание в парках не прошло даром. Гуляем, дышим и вяжем. Итак, друзья, мы это практически сделали. Мы прошли ровно 2 парка. То есть, из Измайловского мы перешли в Измайловский, но уже парк. Правильно я говорю? Из Измайловского парка в Измайловский лес. Из Измайловского парка в Измайловский лес. Комары нас летают, но не кусают. Вот такое классное средство. О нем я вам рассказывала. Теперь у нас впереди, вот вы видите, суета, шум, брохот. Это шоссе энтузиастов. Сейчас мы перейдем. Парк у нас останется вот там, позади оттуда мы шли. Сейчас мы переходим через переход, пешеходный переход, через шоссе энтузиастов. И попадаем уже в третий парк, в Терлецкое-Дубраво. Там я тоже повяжу. Это было вязание. В четырех парках такого не было никогда еще. И у нас по плану, ну, частенько делать именно этот маршрут. Вот, сейчас впереди у меня пешеходный переход. Мы через него переходим на ту сторону. Вы чувствуете, какой шум? Вот. И там уже включусь. Это будет уже, можно сказать, наш родной парк, который называется Терлецкое-Дубраво. Где четыре пруда. Это уже совсем рядом с нашим домом. Потом мы перейдем еще через одно небольшое шоссе. И уже попадем в Ивановский парк. Друзья, я не знаю. Я не устала. Нажми мне, пожалуйста, я покажу, сколько мы прошли. Не знаю. Ой, не знаю, как мне попасть. Ну, друзья, поверьте мне на слово. Вот, нажми сейчас. Сколько там, скажи. Вот, вы видите. Одиннадцать семьсот. Это одиннадцать тысяч семьсот шагов. У меня доходило до двадцати одной тысячи. Так что сегодня это в легкую. Причем для меня это такое открытие. Я не ожидала. Я думала, что этот Исмайловский парк с этой набережной, он, ну, если мы едем на автобусе, то это далеко. Оказывается, это не так уж и далеко. И теперь мы решили, если мы туда едем, назад идем пешком. Потому что с рюкзаком, конечно, когда он полон, тяжело идти. Поэтому будем делать так. Туда на автобусе, назад пешочком. Вот он этот переход. Сейчас перейдем через него. Ой, не хочется, честно говоря, даже слышать этот грохот. Какая тишина и покой в лесу. Какой запах. Какое счастье. Что эти парки у нас есть. Я уже просто кричу, потому что я не слышу себя. Из-за вот этого шума на шоссе энтузиастов. Ну, все, мои хорошие. Сейчас перейдем через этот переход. Дальше включусь, покажу вам дом престарелых. Ну, я так называю его. Он называется дом ветеранов. Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной. Или Яблочкова. Ну, как-то так. Там живут престарелые артисты. За ними там ухаживают. В общем... Можно отключаться. Да, я, наверное, не буду отключаться, чтобы мне потом легче было монтировать видео. Этот дом ветеранов сцены находится прям рядом с этим переходом. В общем, покажу, как живут наши ветераны сцены. Ну, естественно, снаружи это здание. Вот. Так что о них заботятся. Я думаю, что неплохой уход там за ними. Кстати, вот этот забор, это вот все их территория. А, да. Вот сейчас я вам показываю этот забор. Вот вы его видите. Вот это территория этого дома ветеранов сцены. Ну, а мы пойдем сейчас направо. Повернули. И с правой стороны я покажу вам это здание. Посмотрите. Вот. Вот он, этот забор этого дома ветеранов. Ну, сейчас подойдем к нему. А по левую сторону, вот там, это вот как раз наш уже парк, который недалеко от нашего дома. это Терлецкая-Дубрава. В общем, представляете, в четырех парках вот так вот неожиданно мы побывали. И в четырех парках я везде останавливалась и вязала. Кстати, в парке вот, Измайловский парк, и потом Измайловский лес. Там есть прям в парке стоят такие небольшие, как они называются, мороженицы. То есть можно купить мороженое, водичку. В общем, заточила я там любимое мороженое. В общем, прогулка прошла. Замечательно. Вот он, этот дом ветеранов. Это здание пищеблока. Это здание пищеблока. Ну, там чистая, ухоженная территория. Вот. Они живут в лесу. Сейчас я вот так покажу вам. Ну, не очень, конечно, из-за забора мне не удастся вам показать корпуса их. А вот там вот дальше, в глубине, это же вон корпуса. Ну да, там вот они живут. А вот будет где-нибудь написано здесь? Нет, не будет, да? А вот здесь. Я не знаю, видите вы. Наверное, плохо видно. Но, в общем, за вот этим белым зданием там их корпуса двухэтажные. Там они живут. Вот. Кроме тиранов сцены. Я не стала переключать на фронтальную камеру. Мне совсем немножко осталось. Здесь у нас месоходный переход. Мы сейчас переходим. И попадаем уже в наш парк. Ты знаешь, Леш, я даже не устала, если честно. Ну, потому что прям... Там посидели. Ой, липать цветет. Девочки, липать цветет. Представляете? Вот они. Можно собирать и чай потом. Ну, возле дороги, конечно, лучше это не делать. Где-нибудь в лесу. Наверное, поэтому ее и не оборвали, эту липу. Потому что то, что в лесу, уже все, наверное, голое. Мы как-то в том году собрались собрать липки. А ее уже всю... Да, надо бы собрать свои липы, немножко посушить. И чтобы зимой пить чай. Все, мы уже вошли в наш любимый парк. Там наши пруды. А может быть, покажет Елена Ивановна. Ну, уже я как бы сейчас отключусь, а когда уже дойдем к прудам, я там включусь, еще достану свое вязание. И немножко повяжу. Решила показать вам вот эту березовую аллею. Обожаем ее. Сейчас по левую руку там уже начнутся пруды. Там уточки. И вот такая красота. Сейчас мы повернем налево. Кстати, направо там тоже есть один пруд. Как-нибудь покажу его вам. Он такой, можно сказать, дикий. Народ отдыхает. Вот. Смотрите, какая зелень и прохлада. жаркое лето, не страшно. Вот такой увечистый дуб. Вот тут вообще вот по этой дорожке. Она поэтому и называется Терлецкая дубрава. Солнышко уже спряталось, я надеялась, что повяжу еще здесь. Но, наверное, уже не буду доставать вязание. Как-то быстро стемнело. Кстати, друзья, уже стал уменьшаться день с 21 июня, по-моему, уже с 22 пошло на убыль. Там по минутке по две, но как-то уже заметно чувствуется, что солнышко садится раньше. Вот он, этот наш пруд. Что-то он у нас зацвел. Видите? В этом углу всегда. Не, но всегда в том два года назад была реконструкция и его чистили. Вот этой вот не было этой тины. Не было вот там. Здесь она потом была. А сейчас опять зацвело. Сейчас покажу вам мягтят, которые уже выросли. Как-то видели мы я сначала этих утят называется утка огарь или огарь огарь такая рыжая утка. Кто бы мог подумать утка убийца. Вот эта семейная пара вон они все утята уже выросли кстати они поубивали остальных всех уточек мы даже здесь видели такую войну как вот эта рыжая тварь вот эта утка клевала маму утку другую. которая кряхла да и мелких одного убила прям утенка на глазах у нас вот и кроме вот этой рыжей семьи я не знаю сейчас приближу нет получится у меня вон они все плавают вон они вот одна там вот утята неплохо видно сейчас подойдем я покажу вам они отплывают вот но они уже спать собираются короче вот эта утка рыжая на этом пруду кроме них больше никого больше нет они всех разогнали вот там по левую сторону сейчас будет еще один пруд вот все остальные утки другой породы все на том пруду потому что они их просто просто убивали и разгоняли вот такая агрессивная эта утка огонь кто не знает я сама не знала и радовалась даже какой-то трансляции по-моему когда я вам показывала платье черная магия демонстрировала кстати посмотрите какой клевер здесь я показывала эту утку и такая счастливая была 10 утят так вот это все 10 они выжили потому что они всех разогнали отсюда просто всех уток разогнали и поубивали мы как-то идем смотрю там женщина с палкой на этих уток а я думаю ненормальная что ли какая-то не поняла же вообще смысла смотрите какая ива сейчас пройдем под ней а потом оказалось что она защищает вот эту другую уточку с утятами на которую нападала вот эта вот рыжая огонь а вот оно что вот так вот я увидела войну войну этой рыжей утки утята уже настолько выросли они уже прям выглядят как большие утки вон сейчас попробую приблизить вот вот такая агрессивная утка огонь ой не удастся мне далеко они вон они если видите уже не отличить даже маму папу уже утята громаднейшие там вот чайки плавают и вот эти вот огари как папа на соседний пруд летает даже мы тут видели вот на соседнем пруду вот который через вот эту вот дорожку вон этот пруд сейчас я вам его покажу и вот этот огонь даже даже пытался еще и вот этот пруд освоить то есть и отсюда всех повыгонять то есть им одного пруда мало развлекаться вот здесь тоже пытались они это все выгнать остальных там кто-то купается вот на этом острове да вот там вот остров вот Леша рассказывает вам видите вот там плавают эти утки ну все друзья да кстати увидим как-нибудь снимем здесь у нас даже вот в этом пруду появились бобры семья бобров трех бобров мы здесь видели сначала подумали что это крыса оказалось бобры все идем в наш парк это уже третий парк по счету был мимо какого ой нет Леша уже туда не пойду там еще третий пруд есть не пойду все мы идем в наш который совсем рядом с домом парк Ивановский ну что переходим последнюю дорожку все парки практически все остались позади вот оттуда мы пришли как называется эта улица Лес шоссе как это называется это свободный проспект вот мы перешли свободный зайдем и отсюда давай через центральное мне хочется показать еще раз вам наш центральный вход в наш любимый парк это уже действительно тот парк который можно сказать под боком вот посмотрите вот такие клумбочки у нас здесь такая вот цветная дорожка лёшик рядышком идёт ну я хочу сказать что я устала но не могу сказать что я очень устала еще иду под речком и просто удивлена что оказывается из парка измайловский это вот район абвгд где я вам показывала как тоже репортаж мы дошли пешком домой причем в легкую да причем в легкую дошли я вот палочки скандинавские они сейчас лесок их несут потому что я несу камеру вот как же в городе шумно и как в лесу тихо и пахнет лесом вот здесь перед парком посмотрите какие красивые клумбы даже березки посадили смотрите вот такие фиолетовые цветочки похожие на лаванду может быть это она и есть не знаю вот он наш парк лесопарк Ивановский видите вот такие ворота это это можно сказать центральный вход но нам нужно пройти через парк и чтобы попасть домой смотрите какая здесь красивая клумба вот такой валун и вот посадили эти цветочки обыграли этот камень березонька здесь молодая вот такие скамейки сделали Лешик отдыхает рюкзачок уже не такой тяжелый ой ну как же красиво видите как мало человеку надо ну а мы входим в центральный вход ветвора там играет трезвица вот это вот кусты сирени да по левую руку кусты сирени вот здесь написано сирень видите 45 2015 скамейки здесь была красотень почему красотень площадки все были закрыты здесь сирень цвела ааа сирень цвела и все было закрыто да видите какие нам скамеечки здесь поставили это вообще парк скамейки я его называю здесь очень много скамеек видите какие площадки ветвора резвиться класс очень хорошие площадки там спортивная площадка там тарзанка сделаны где-то здесь много но мы уже не будем возвращаться уже направляемся домой а вот роскошный дуб я не знаю сколько ему лет он просто громадный здесь написано а вот мы посмотрим дуб обыкновенный возраст дерева свыше ста семидесяти лет представляете вот такой дубище 170 лет рядом с центральным входом а вот молодой дубок и вот дуб тоже ой какая здесь энергетика никакая усталость не прилипает заходишь в лес да и и сразу заряжаешься вот эта энергетика деревьев от растений от травы от цветочков никакой усталости не чувствуешь сейчас будем проходить мимо качелей а мы здесь сейчас покажу вот такие качели классно я люблю на них кататься туда дорожки сюда дорожки везде смотрите какие березы классная качели мы любим на них садится качать вот таких качель 1 2 3 4 4 4 группы 4 группы до по 3 вот такие четыре группы есть и качели в этом парке какие висячие качели классные мы сегодня уже кататься не будем сегодня уже хочется попасть домой во сколько мы вышли в час наверно сейчас вышли в час 30 и час 40 мы который сейчас час 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 40 мы сели на автобус 19 40 вот ну считайте на двух часов до до восьми вечера пока мы дойдем как раз 10 минут нам здесь до дома дойти и и все мы дома так что ура мы это сделали видите сколько скамей урны чистится и здесь все чистенько конечно есть свинтусы которые сидят на скамейке свинечки грызут и тут же бросают но все равно парк чистый парк чистый он убирается зимой здесь чистятся дорожки в общем друзья я надеюсь вам освещение за вечером очень красиво я надеюсь вам понравилась эта прогулка спасибо вам за ваши комментарии которые вы пишете и просите меня брать вас с собой в такие прогулки ну на любителя как говорится то нравится то тут и смотрит кому нравится тут и смотрит поэтому я постараюсь снимать такие репортажи для вас немножко разбавленные вязанием будем вязать ну и нельзя пропускать такие летние дни конечно же нужно гулять дышать и так мы долго сидели в заперти надо все это восполнять и заряжаться энергетикой от природы поэтому сейчас на канале конечно же буду чаще выходить вот такие прогулочные видео мир угрыблением вязание но живет на прогулке да я вижу вот так что меня не ругайте фронталку может а на фронталку это останавливать камеру нужно вон там еще одна площадка видите вдалеке да так что не ругайте меня хочется погулять хочется повязать хочется что-то вам показать чтобы совсем уж не забывать про канал буду разбавлять его вот такими видео надеюсь они будут для вас интересные но мы будем искать интересные маршруты до лёшек сейчас я подойду ключику мы уже выходим просто на финишную прямую и сейчас в конце этого тротуара и уже будет практически виден наш дом там буквально пять минут и мы дома так что мы были с вами пишите ваши комментарии ну и на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео сегодняшний ролик всех люблю мы были с вами пока пока пока